здравствуйте друзья в эфире гео энергетика инфа максим радаикин и сегодняшний мой собеседник александр фролов здравствуйте 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 александр энергопереход фрг потребует 1 и 2 триллиона евро представьте себе куда пойдут зачем нужны в 1 и 2 триллиона евро вот это вот зеленого перехода на что зеленым столько денег нужно во первых заметим очень сильно забегая вперед заметим что объемы финансирования объемы доступного финансирования объемы средств которые готовы вкладывать и государства и органы евросоюза и тем более частные инвесторы резко сократились за последние почти что три года я напомню что в июне по сути исполняется три года с момента начала мирового энергетического кризиса двадцать первом году начали расти цены на электрическую энергию на газ на уголь вот мы с вами вот практически находимся в моменте когда можно отпраздновать но я не знаю когда вы смотрите это видео возможно вы уже празднуете мы пока еще не можем но вот готов ну морально готовимся к тому чтобы отпраздновать и может быть даже записать один один отдельный какой-то большой ролик на эту тему о последствиях и уходе мирового энергетического кризиса который вот стартовал тогда энергетический кризис рассматривался многими зелеными лоббистами в свое время как прекрасная возможность как прекрасная возможность вложи добиться вложения дополнительных средств ветровую в солнечную энергетику в водород и прочее 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 но тут нужно отскочить еще больше назад во времени даже не в двадцать первый год а вообще в 2009 и вспомнить что в 2009 году были приняты те реформ были приняты на законодательном уровне те основания которые лежат в основе точнее те документы которые лежат в основании реформ энергетической энергетического сектора европейского союза в рамках этих решений которые были приняты в 2009 году было и биржевое ценообразование на газ и разве им нормы которые позволили ускорить развитие возобновляемых источников энергии точнее электриче производства электрической энергии из возобновляемых источников на территории европейского союза и прочее 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 в тот момент когда эти решения принимались а точнее в тот момент когда они еще только обсуждались не было экономического кризиса когда они принимались был мировой экономический кризис но предполагалось что ну пропетляем справимся тем более что этот процесс то есть переход на зеленые рельсы позволит а уменьшить зависимость от газа а тогда предполагалось от импортного газа это важно тогда предполагалось что евросоюз с великобританией увеличит к 30 году потребление газа на 300 миллиардов кубов до примерно 800 миллиардов кубов мама родная с этим надо что-то делать своя добыча падает давайте мы заранее к этому подготовимся а давайте мы изменим принципы ценообразования на газ так чтобы никто из внешних поставщиков не мог на них влиять будто они раньше могли влиять не могли но это не важно а также давайте мы в принципе снизим потребность в ископаемых энергоресурсах за счет развития зеленой энергетики потому что мы не только снизим за счет этого зависимость от импортных энергоресурсов мы еще и получим точку роста для собственной промышленности ведь одна только германия в девятом десятом годах занимала 10 процентов мирового рынка по производству солнечных панелей 10 процентов мирового рынка вы представляете что было бы если бы все пошло как задумано то есть люди которые принимали вот эти решения тогда они исходили из актуальных на тот момент экономической актуальный на тот момент экономической ситуации актуальных на тот момент прогнозов и актуальных на тот момент промышленных реалий то есть вот у нас германия одна только германия там были еще другие производители 10 процентов мирового рынка занимают. А мы сейчас вложимся, мы сейчас упростим развитие этой отрасли. У нас мы сделаем эту отрасль такой экспортной. То есть мы начнем еще экспортировать эту продукцию. Ну, то есть солнечные панели, ветроэнергетические установки. Вообще все будем экспортировать, у себя развивать. То есть у нас точка роста получится невероятная. Наш рынок необъятный. Здесь растут эти солнечные электростанции, ветровые электростанции. Немцы продают там, датчане продают. Все, кто производит это оборудование, продают, продают, продают. Рынок сбыта расширяется, производство растет. Налоги, которые они платят, растут. Налог на прибыль, налоги, которые платятся с каждого отдельно взятого работника. Количество рабочих мест расширяется. Спрос на различного рода компоненты тоже растет. Вокруг этого создаются новые рабочие места. Красота неописуемая. По крайней мере, рисовалась на тот момент. Выяснилось, правда, что китайцы умеют быстрее строить заводы, что солнечные панели собираются из китайских комплектующих. А китайцам зачем, чтобы вы собирали эти солнечные панели из их комплектующих, если они сами могут их собрать и вам продать уже готовую продукцию. На 20% дешевле, кстати. Ну и, собственно, в 12-13 годах большинство крупных немецких производителей разорились. Ну и, в принципе, европейских производителей разорились, если мы говорим про солнечные панели. А сейчас в кризисе находятся производители ветроэнергетических установок, включая, кстати, Сименс. Точнее, подразделение Сименс, которое вот занимается этим вопросом. Но то есть это стартовало как некая возможность решить сразу несколько проблем. Ну то есть чтобы... У нас просто обычно на это смотрят дебил. Нет, это не дебил. Вы просто не понимаете, почему они принимали эти решения. У этих решений есть обоснования. Тут нужно просто присмотреться к этим решениям и присмотреться к той модели управления, которая не позволяет им откатить ранее принятые решения, исходя из уже новых открывшихся условий. А они пытаются продавливать, продавливать и еще раз продавливать ранее принятые решения. Ну потому что, по большому счету, то есть из чего они исходят? Из того, что если сейчас что-то откатить назад, то, во-первых, чего-то у вас уже не будет. Например, угольных электростанций, часть угольных электростанций. В Португалии, в Швеции, в Бельгии и в... Кто у нас третий? Нет, точнее, кто у нас четвертый? Все, были... А, и в Австрии. Все, вот ну закрылись угольные электростанции у них. А решение о закрытии угольных электростанций принималось уже во второй половине десятых годов, в том числе для того, чтобы расчистить рынок сбыта для электроэнергии, которая производится на солнечных и ветровых электростанциях. То есть решение-то принималось в стиле «мы пересматриваем старые решения в связи с новыми обстоятельствами». А что это было за обстоятельства? Не росли, не рос спрос на электрическую энергию. До середины десятых годов эта отрасль оказалась в глубоком кризисе. То есть спрос на электричество просто не увеличивался. Хотя, опять же, первоначально, когда все решения принимались на рубеже нулевых и десятых годов, предполагалось, что ветровая солнечная энергетика входит на рынок, который расширяется, где спрос на электрическую энергию растет, а он не рос. Ну и что ты будешь делать? Ну давайте в Германии атомные электростанции закроем. Повод-то есть? Есть. Давайте закроем. А еще не помогает, не в полной мере помогает, ай-яй-яй. Давайте угольную электростанцию закроем, тем более, но они не экологичные. Тут одно из двух. Либо вы вкладываете деньги в их модернизацию. Зачем? Это не свое оборудование придется использовать, а страшно сказать китайское для модернизации, потому что своего нету. Либо вы их закрываете и ставите ветряки и солнечные панели. Ну хотя бы ветряки свои. Ну и отчасти какая-то часть солнечных панелей тоже своя. Окей, ну как-то хоть что-то, хоть какая-то разумная картина вырисовывается. За этим принимаем решение, закрываем угольные электростанции. Вот вы сейчас входите в ситуацию, когда можно было бы какие-то из ранее принятых решения откатить назад. Но откатить назад это что? Вернуть угольные электростанции? Безумие. Ну как вы их вернете? Строить заново какие-то придется просто. А вы уже приняли решение сделать ставку на водород. Водород, водородная энергетика как таковая, это ведь костыль. Это костыль, который приделывается вот к этой вот зеленой энергетике. В том плане, что водород не надо рассматривать как самостоятельный энергоноситель. Это батарейка. В той же Германии, с которой мы начали этот разговор, к 30-му году планируется, все еще планируется, производить, тратить 20 тераватт-часов электрической энергии для производства 14 тераватт-часов водорода. Ну если пересчитывать его в энергетические величины. То есть КПД 70 процентов. Это что такое? А это то. Это вы просто используете в качестве батарейки. Избыток мощности, который сейчас не нужен потребителю, вы пускаете на производство водорода из воды. Энергетически бессмысленно. Но укладывается и в рамках экологической повестки. И, что самое важное, укладывается в те необходимости, с которыми вы столкнулись по мере развития зеленой энергетики. Притом это уже, вот мы это годами говорим, это уже начали просто проговаривать и в МЭО, это начали проговаривать в Брюгель, это начали проговаривать на уровне еврокомиссара по энергетике. Это начали проговаривать в Эмбер и в других ответственных структурах европейских, которые зеленые-зеленые и официальные лица стали также это проговаривать. В том числе те лица, которые связаны с водородной энергетикой в Европейском Союзе. Ну вот. То есть это уже не просто мы вот так вот думаем. Это напрямую там проговаривается. Ну вдруг кто до этого не понимал? Ну вот наши постоянные зрители, благодаря нам, а может быть и сами до этого дошли, в общем все понимали. А теперь понимают и те, кто сам до этого не дошел, ну теперь что? А, ну да, окей, хорошо, да. Регулирование, управление энергосистемой, ну теперь-то все понятно. Но проблема в том, если мы смотрим из 2024 года, что и ставка на водородную энергетику, по крайней мере к настоящему моменту, не сыграла так, как планировалось. То есть должно было быть к настоящему моменту уже 6 гигаватт. Мы как-то говорили на эту тему, но еще раз напомню. 6 гигаватт электролизеров должно было быть на территории Европейского Союза, который бы производили где-то там миллион тонн водорода к 2024 году. Не, ну 2024 год, конечно, не закончился. Может быть все изменится, но на данный момент количество этих самых электролизеров, точнее установленная их мощность, в 30 раз меньше. Ну вдруг произойдет чудо, но пока так. И кроме того, все эти проекты в области водорода, зеленого водорода, то есть того самого, который производится путем электролиза воды, ну то есть возобновляемые источники энергии обеспечивают электрическую энергию, электролизер. Понятно для чего. Вот вам вода, вот вода на кислород и водород расщепляется, вот, пожалуйста, водород берете, используете для своих нужд. Так вот, вот эта схема теперь пытается, эту схему пытаются все больше навязывать в промышленности. То есть тем, кто уже потребляет водород. Это металлургии, это химики, это нефтепереработчики. А по самым смелым оценкам, по самым-самым смелым оценкам, я думаю, вы согласитесь, что оценки Международного энергетического агентства, это очень смелые оценки, всегда в области зеленой энергетики. Так вот, по самым смелым оценкам Международного энергетического агентства, энергетический водород, то есть тот, который используется как энергоноситель, составляет лишь 2% от мирового потребления. 2%. Ну, как бы это немножко не то, на что рассчитывали первоначально. Но план это все равно есть. Просто эти планы теперь пытаются, ну, к этим планам, которые были раньше, пытаются придумать новые костыли. Вот теперь мы переходим к этому самому энергопереходу, как он должен выглядеть. То есть сам по себе зеленый энергопереход – это концепция. Это не то, в чем мы находимся объективно. Это то, как какие-то процессы, которые происходят сейчас, интерпретируются частью аналитиков. И эта часть аналитиков говорит, происходит зеленый энергопереход, суть которого заключается в следующем. В скором времени подавляющая часть человечества перейдет на использование в качестве основного энергоносителя электрической энергии, получаемой из возобновляемых источников энергии. Баста. Все. Суть энергоперехода я вам только что… зеленого энергоперехода только что кратко описал. То есть надо больше ветряков, солнечных панелей, можно гидроэлектростанции, можно электростанции, работающие на там всяком биотопливе, биогазе, например, точнее биометане. Но это ладно, это лишняя в данной ситуации оговорка. На электростанциях, где там древесину льгут, это тоже очень возобновляемый источник энергии. В общем, древесина – это вообще прекрасно со всех сторон. Возобновляемый источник, его много, красота. Кто сказал 18 век? Нет-нет, это 21-й, может даже 22-й век. Вот такие технологии высокие. В завершение задам вопрос. Как там дела с технологиями утилизации лопастей ветроэнергетических установок? Все ли хорошо? На этом на сегодня все. Вам, дорогие зрители, всего хорошего. На мой телеграм-канал «Нефтегазовая игра» подписывайтесь. Ну и можете подписаться еще на YouTube-канал «Инфотек». Вот где мы такие видео тоже выкладываем. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписываемся на Александр Фролов, подписываемся на «Геоэнергетика.Инфо», пока YouTube не заблокировали. Все ссылки будут в описании и закрепленном в комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово помочь нашему проекту. И дальше также буду вещать на просторах YouTube в условиях лишения монетизации. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok